Всем привет! 28 октября компания Xiaomi представила на родине в Китае народную, можно сказать, линейку смартфонов Redmi Note 11. В нее вошли целых три модели. Собственно, Redmi Note 11, Note 11 Pro, а также Note 11 Pro Plus. И вскоре компания Redmi обнародовала первые данные по продажам. Всего за час было продано 500 тысяч смартфонов линейки Redmi Note 11. Более того, всего за 1 минуту и 45 секунд продажи превысили 2 миллиардов юаней, что составляет 310 миллионов долларов. А за 52 минуты и 11 секунд продажи выросли до 4 миллиардов юаней, это примерно 620 миллионов долларов. Но это еще не все. Базовый Redmi Note 11 выйдет в других странах, и в первую очередь в Индии, под названием Poco M4 Pro 5G. Первое, что хочется отметить, ждать презентацию этого бестселлера осталось недолго. Получим мы его уже 9 ноября. На данный момент известны все технические характеристики данного девайса. Итак, основные фишки смартфона Poco M4 Pro 5G. Это мощный, энергоэффективный процессор от компании Mediatek, а именно Dimensity 810. IPS-экран диагонали 6,6 дюйма с кадровой частотой 90 Гц, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ своей флеш-памяти. Основная камера на 50 Мп и, конечно же, цена всего 180 евро, что является просто восхитительным решением в наше непростое время. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Как и предполагалось, внешний смартфон Poco M4 Pro 5G очень похож на недавно представленный Redmi Note 11. Но есть отличия в оформлении тыльной панели. Сразу бросается в глаза блок основной камеры. Мы видим большую надпись Poco, которая растянулась почти на весь смартфон. Данный блок очень похож на аналогичный блок в смартфоне Xiaomi Mi 11 Ultra, но сенсоры тут совсем-совсем другие. Фронтальная панель имеет врезанную по центру фронтальную камеру, как и у всех конкурентов. Рамки экрана в устройстве Poco больше, чем у флагманов данной серии. Poco M4 Pro 5G получит достаточно большой экран, выполненный по технологии IPS, диагонали 6,6 дюйма, с кадровой частотой 90 Гц. Да, это не 120 Гц, но все же вы должны понимать, что это бюджетный смартфон. Напоминаю, что сейчас все производители поголовно ставят AMOLED дисплей в свои смартфоны. IPS-экраны имеют высокое качество изображения, а также мы получаем максимально естественную цветопередачу. Главная особенность технологий заключается в реалистичности передачи цвета. Именно по этой причине данные матрицы пользуются огромным спросом среди профессиональных редакторов фото и видео изображения. Кроме этого, IPS-матрицы отличаются более высокой яркостью и контрастностью. Разрешение, как и у всех конкурентов, Full HD+. Теперь о цене. Как мы знаем, смартфон Redmi Note 11 получился крайне недорогой смартфон для своих характеристик, потому что он создан для китайского рынка. А вот Poco M4 Pro нацелен на глобальный рынок, следовательно, он будет дороже своего собрата. Но стоит отметить, что ненамного. Ожидается, что стоимость смартфона составит от 180 до 200 евро. Давайте же посмотрим, какие конкуренты сейчас у нас в мире имеются. Итак, как всегда, я захожу на Е-каталог. Нажимаю смартфоны. И первым делом я просортирую решение по цене. От 14 тысяч до 17 тысяч российских рублей. Как вы видите, Е-каталог нам предложил 159 моделей. Показать. Основные конкуренты данного смартфона являются Samsung Galaxy A32, Realme 8, Poco M3 и так далее. Но давайте пройдемся более подробно по параметрам. Так как мы видим, у нас 128 гигабайт встроенной памяти, оперативной памяти у нас 8 гигабайт. Это топовый Poco M4 Pro. И всего мы получаем 5 моделей. Показать. Ну, вот основные конкуренты Poco M4 Pro. Это Infinix Note 10 Pro, Doogee S86, Ulefone 8 Pro, Vivo V17, Umi DJ Bizon. Все, ребята, все. Из этих всех смартфонов, на мой взгляд, основным конкурентом будет Vivo V17. Заходим. Вот так. Вы видите, что он стоит от 18 тысяч рублей. Давайте же посмотрим реальные отзывы данного смартфона. Так, покупал год назад. Если раньше пользовался, то достаточно неплохие отзывы. То есть это реальные отзывы реальных людей, что немаловажно. Также вы можете посмотреть фотографии данного смартфона. Вот так он выглядит, чтобы знать, что вы все-таки покупаете. Но, давайте же посмотрим, что мы имеем. Так, мы имеем экран на 6,38 дюйма, процессор восьмиядерный, емкость аккумулятора. Но, по сути, у Poco M4 Pro нет конкурентов. Е-каталог нам это показывает, что все-таки 5 смартфонов. И они, ну, скажем прямо, так себе. Потому что Poco M4 Pro порвет их по всем параметрам. Также хочу напомнить, что Е-каталог вам поможет выбрать тот смартфон, который вы ищете. Что очень удобно. Ссылочка на Е-каталог будет в описании под видео. В основе аппаратной платформы лежит Dimensity 810. Это восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 11 августа 2021 года. И изготавливается по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет два ядра Cortex-A76 на 2,4 и 6 ядер Cortex-A55 на 2,0 ГГц. Также платформа получила графический процессор Mali-G57MC2 и модем 5G. Поддерживает дисплей с кадровой частотой 120 Гц. Память LPDZ 4 и UFS 2.2. Датчики изображения разрешением до 64 Мп. Оперативной памяти смартфона будет 4,6 или целых 8 ГБ. Встроенной флэш-памяти будет только 128 ГБ. По крайней мере на данный момент. Во фронтальной камере устройство используется датчик разрешением 16 Мп. В основной камере есть два датчика. А основной имеет разрешение 50 Мп. И вспомогательный на 8 Мп. Программное обеспечение Xiaomi для фотосъемки полностью поддерживает функции высококачественной фотографии. Такие как захват HDR, портретная фотография, удаление шрифтов и многое другое. Смартфон получит аккумулятор емкостью 5000 мАч. Поддержка быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Гаджет работает под управлением Android 11 с интерфейсом MIUI 12.5 и с коробкой, что является большим плюсом. А это нам дает новый интерфейс стартовой страницы, открытых приложений и уведомлений. Новый интерфейс при зажатии кнопки питания, кнопок регулировки громкости и настроек камеры. Имеется улучшенная анимация при запуске приложений и открытии папок. А также мы имеем примерное местоположение пользователя для конфиденциальности и безопасности. Ну что же, вот такой смартфон получился у компании Poco. Как мы знаем, с каждым годом компания Poco предоставляет нам отличные смартфоны за недорого, что является большим плюсом. Как мы видим, действительно на данный момент технические характеристики очень и очень хорошие у данного гаджета. Да, мы получаем хороший IPS-экран, что немаловажно. Процессор. Достаточно неплохой процессор от Mediatek. Как вы знаете, лет так пять назад Mediatek вообще не котировался. То есть компания Mediatek считалась, ну такой, компанией, которая ставит свои процессоры в бюджетные решения. А сейчас, как мы видим, даже флагманы некоторых производителей умудряются поставить Mediatek. И он там показывает себя очень и очень хорошо. Конечно же, данный смартфон получился очень и очень интересным. Самое главное, что мы за какие-то 180 евро получаем действительно качественный продукт. Действительно тот смартфон, который может предоставить практически все требования простого пользователя. Что является большим плюсом. Вот такой смартфон получился. Кому понравилось видео, ставим лайк и подписываемся на канал. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok